В июне, поближе, 13-го года, в понедельник. Вот и шаг мы вышли, сейчас это Азовская моря, с Керчи начинаем... Погромче. Погромче. С Керчи начинаем работать. У нас с собой 21 экземпляр, по 38 км. Так сказать, сложный был переход. Таможня смотрела, ну, бог не ловит. Трехтонник наш имеет убойную силу. Вот сейчас мы отплываем. Осталось заезда примерно на 4 недели. Последний, значит, пойдем на юг, Грузия, Армения, Азербайджан. Так, Шенгенская зона у нас немножко пакет. И так получилось. В Греции очень ждали, уже третий вызов. Но получилось, что вышли мы из нее через 6 дней, так скажем, через 5 дней. Так что на следующий год, если поездка будет, у нас Скандинавия остается, Прибалтика и до Португаты. А остальное мы можем выше, по милости, позже. Все это на балу, посмотри, как люди. Вот это вот молдь называется. Себя там птицы какие-то. Что за птица, может быть? Нет, это обучение. Черт. Это не врачи. Это по данным. Скоро лет на левую улицу. А пошлось, отравдываться, нам клеить. 1600? Ассо. Нет, больше. 2600 с лишним. 2600 рублей. Говорят, сколько? 25 минут? Да, около 25 минут. Ну, по-другому нет никак. Вокруг идти это 900 с лишним километров. Поэтому мы доверились Богу. До суда мы доехали сегодня из шахт свободно. Задержек нигде не было. С трём часом дня были уже здесь. С трём часом дня были уже здесь. Ну, вот так. Господь усмотрит. Потому что те препятствия, которые нам говорили, казались очень трудными. Это первое, допустят ли нашу марку машины за рубеж. Второе, наш груз к лиге. И третье, с собакой. Но оказалось, всё посильное, у Бога всё вымеренное. И Господь пропустил нас. Ничего не было непреодолимого. Да не нужно. А сейчас что? Мы переедем. Мы уже где-то под Керчью нам переночевать. И завтра с утра мы с библиотеки города начинаем работать. Межедневно мы должны проходить в среднем это пять городов. И всё. Мы идём очень быстро. В каждой библиотеке выступаем, знакомимся. В некоторых местах храма, людей собираются, священники, беседуем. Это там, где через кого-то, через знакомых. Препятствия такие, чтобы как были у нас там в Кемерово, ни с какой стороны нет. Это далёко, здесь не достаёт. Тем более дальние зарубежья. Это Румыния, Венгрия, Германия, Словакия, Чехия. Это нас никак не трогает. Везде принимают очень хорошие. Вот так. Я пошёл. Пойду посмотрю. Я ещё хочу сказать, что в своё время я работал на корабле в «Венспасе» и учился на штурмана высшее мореходное училище. Ну, Господь, видимо, мою, как говорят, службу предусмотрел по-другому. Конечно, теперь уже на пенсии вышел. Капитана был, может, дальнем плавы. Немного был давал. Три курса за год, даёт там решение сдавать тогда. Ну, и на иностранных языках. А теперь ничего этого нет. Господь направил по-другому в Руси. Мы молимся, и Бог наш тут благословляет. Видишь, какой свет идёт? Видят, придумая такой корабль. Загнали тут где-то 25 грузовиков в машину. Посмотрели. Ну, и люди. Ну, и такой осадки ещё неизвестно. Мы знаем, что все молятся. Сегодня день Святой Твоицы. Основание Церкви Христовой. Господом нашим Исусом. Сергей Пухов. Поздравление. Прислав. Все люди молятся. Батюшка звонит. Мы делаем то, что на сегодняшний день никто не делает. Это самая долгосрочная программа. Поговорил, ушёл, ничего нет. Мы оставляем книги. В некоторых местах книги прям сразу начинают брать. Прям сразу же выносят. Считать их. И тут вот тоже подходят и просят на таможье, пограничники. Я беру с собой запас. У нас сейчас, как сейчас, пришлось даже уговаривать взять. Видим доброе расположение. Маящила задержка. Дополнительная проверка. Ну, я сказал, довези наблюдательные вот эти видео. Я говорю, ну, зайдите в сторону. Книга не считается взяткой. Вот в чём суть. Он говорит, даже спичечный коробок нельзя взять. Я говорю, не берите. Это взятка. А книга — это интеллект. Интеллект за взятку не считается. Ну и всё. Отошёл.